Смотрите прямо сейчас в программе Детали недели. Новые рекорды. Хроника ковид-19. Что же должно остановить коварный вирус? День памяти Сан Саныча, что скрывают неизвестные прежде страницы из жизни Александра Католикова. И вторая судьба того, что уже было в употреблении. Выкидывать или отдать тем, кто нуждается? Добрый вечер на телеканале Юрген. Детали недели. Уже вторую неделю в республике больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом каждый день. Общая картина отличается от первой весенней волны, когда кривая заболеваемости ковидом скакала то вверх, то вниз и до сотни не добиралась. К слову, свой же так называемый рекорд – 181 случай заболевания в сутки – мы еще не побили. Это было в июне, когда прирост давали выхтовики. Но прежде это были точечные очаги вспышек. Сегодня ситуация несколько иная. Ольга Коняева знает детали. В России фиксируют рекорды, когда коронавирус возвращает утраченные в мае и июне позиции одну за другой. Максимальный суточный прирост заболевших превысил отметку в 15 тысяч человек. К сожалению, и смертей от коронавируса стало больше. Весенний опыт борьбы с ковидом научил многому, в том числе и как эффективно лечить эту болезнь. А потому о полном локдауне речь не идет. Скорее о точечном исправлении ситуации. Там, где совсем тонко. Тем временем в регионах поэтапно закручивают гайки карантина. В Москве 30% сотрудников перевели на удаленку. Школьникам раньше времени устроили каникулы, после которых 6-11 классы уже точно перейдут на дистант. В соседнем Кирове до 10 ноября закрыты развлекательные центры, салоны красоты, ночные клубы. В Комин на борьбу с вирусом мобилизованы все силы и средства. Ежедневный прирост заболевших коронавирусом более 100 человек. Что вынуждает нас задействовать резервы. В частности, первый резерв – это мы размещаем заболевших и для этого перепрофилируем детский лагерь Гренады и размещаем туда легких пациентов. Если ситуация будет развиваться по такому же сценарию и дальше, нам придется задействовать второй резерв. Это снова создавать госпиталь на базе спортивной школы номер 2 на улице Савина в Сыктывкаре. И как бы мне не хотелось этого делать, но если мы и этим не остановим рост заболевших, то следующим шагом все-таки придется вводить жесткие карантинные ограничения. В КОМИ количество коек для ковидных пациентов выросло с 400 в апреле до 1800 в сентябре. Но и эти ресурсы уже иссякают. Вторую неделю в республике фиксируют значительный прирост заболевших. И больше всего их в столице КОМИ. Потому принимать пациентов из районных больниц региональные учреждения в прежнем объеме не могут. На местах ситуация обостряется. В клинике Сыктывкара, Эжево, Печоры, Усть-Вымского и Карткировского районов на помощь врачам направлены студенты, медики, волонтеры. Готова к открытию шестая уже лаборатория по исследованию на ковид. На этот раз в Ухте. Появился новый вид донорства. Переболевшие коронавирусом сдают антиковидную влазну для лечения других больных. Некоторые категории граждан мы, к сожалению, вынуждены отвести. А донорства – это люди, которые работают непосредственно с больными ковид, у которых есть прямой контакт. Это работники в основном медицинской сферы. И, конечно, мы соблюдаем дистанцию. То есть у нас доноры разбиты на несколько партий, чтобы не было большой скучности доноров. И даже после выздоровления многим прописывают реабилитацию. Осложнения уже после болезни не менее опасны. Не дать развиться фиброзу легких и насытить кислородом кровь. Поправляют здоровье на базе Ухтинской физиотерапевтической поликлиники. А теперь еще и в столичном физдиспансере. Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж, говорят, даже в таких случаях это помогает. Мы сегодня знаем, что лица, которые принесли по первому волне заболевание ковид, у них идут трудности в дыхании. И имеются какие-то изменения в рамках насыщения кислородом крови. На пульсоксометре мы видим течение еще отдаленных последствий до 6 месяцев. Но это направление с учетом роста ковидных больных пока на втором плане. Все силы на борьбу с самим вирусом. Государство тратит миллиарды на дорогостоящие медикаменты, средства индивидуальной защиты, оборудование, выплаты медикам. Между тем, обыватели, судя по всему, не все воспринимают коронавирусную угрозу всерьез. Все одеваем маски, без масок никто не проходит. У кого нет через дорогу аптека. Наденьте, пожалуйста, маску. Хорошо, мы только сошли. Вы знаете, почему мы носим маску? Да. Но все-таки маска это средство защиты от коронавируса. Никакое это не средство защиты, это ерунда полная. Полнейшая чушь. И это, я не знаю, мне оно мешает, я бы сняла, но вот ругаются. Скажите, пожалуйста, почему вы без маски в магазине находитесь, когда положено надевать маски? Маски в кармане забыли одеть. Маски, социальная дистанция в общественных местах и транспорте – это уже не просто рекомендации. Особый режим введен указом главы региона для всех. За нарушение – штраф. Сотрудники полиции и муниципальных администраций вышли в рейды. В суд направлено больше сотни актов о нарушении правила ПИД безопасности. На первый раз можно, конечно, отделаться предупреждением. Но во второй – все будет всерьез. Мы взяли серьезные штрафы от 1 тысячи до 30. Это при первом нарушении, а при повторных – уже до 50 тысяч. То есть совсем не смешно. И всех призываю носить маски, не заражать других, потому что мы не знаем, с кем мы уже контактировали. Кто-то скрытый, потому что мы знаем, что такая коварная инфекция, она проходит очень многих скрыто. Для юридических лиц нарушителей штрафы куда выше, вплоть до приостановления деятельности. Но в то же время, вот свежий снимок из сыктывкарского автобуса. Фото отправила нам неравнодушная жительница столицы, прикрепив эмоциональный комментарий. Какое уж тут соблюдение режима. Караул, помогите, спасите, сколько можно. И так каждый день. Почему в магазине нельзя купить молоко с хлебом без маски, а в автобусе 18.54 люди ездят просто битком? Пока рейды скорее можно назвать редкими, а отношение к нарушителям эпидбезопасности в нашем регионе лояльным. Власти понимают, как-то не с руки тот же малый бизнес и без того страдающий штрафами наказывать. Но, как говорят в таких случаях, лояльность это скорее до поры до времени. Для экономики, на мой взгляд, и все предприниматели нас в этом плане поддерживают. Самое главное это продолжать работать, продолжать осуществлять деятельность. Это, наверное, самая действенная мера поддержки. Мы один из немногих субъектов Российской Федерации, который оперативно в августе месяце дал возможность работать практически всем. Ограничения в КОМИ продолжают действовать. Организации, привлекающие рабочую силу из других регионов, должны обеспечивать двухнедельную обсервацию для вахтовиков за пределами КОМИ. Мы все помним, как летом вахтовые поселки стали главными очагами инфекции. И поэтому допуск к работе только при наличии отрицательного результата теста. В регионе запрещено работать детским игровым комнатам, развлекательным центром и ночным клубом. Жителям 65 плюс рекомендовано оставаться дома. Мы приехали к женщине с инвалидностью второй группы. Мы помогаем ей в доставке лекарств, доставке продуктов. Также мы забрали вещи, которые можно перестирать и вернули их обратно. Добровольцы клуба «Мы вместе» во всех районах КОМИ помогают одиноким пожилым, маломобильным. Да и всем, кто обратится, заявку можно оставить по телефону горячей линии. Опасный вирус, поразивший всю планету, пока явно отступать не планируют. И потому в наших силах активизировать главное оружие в этой борьбе. Заботу о здоровье своем и своих ближних. Спустя месяц после выборов в госсовет КОМИ политические партии подводят предварительные итоги. И в первую очередь кадровые. В частности, все ключевые посты в региональном парламенте ожидаемо заняли представители Единой России. Тем самым партия власти взяла на себя повышенные обязательства за все решения, принимаемые в главном законодательном органе КОМИ. Представители остальных партий от своих инициатив, впрочем, не отказываются. О ближайших планах парламентариев узнал Алексей Корчма. Председатели, его заместители и все комитеты у Единой России. Для других парламентских партий возможно такое распределение руководящих постов в госсовете и видится несколько несправедливым, но вполне оправданным. По итогам выборов Единороссы получили большинство голосов избирателей и в итоге 20 депутатских мандатов. Действительно, Единая Россия заняла все руководящие посты, за что некоторые нас критиковали. Но хочу сказать, что таким образом мы все-таки подчеркнули, что партия Единая Россия берет на себя и повышенные обязательства. Потому что за ситуацию, которая непростая, прямо скажем, складывается и в стране, и в республике, надо брать на себя ответственность и решать те вопросы, которые поступают по существу ежедневно. За справедливой Россией в госсовете постоянная комиссия по вопросам ЖКХ. Как и в прошлом созыве госсовета, ее возглавила справедливый рост Татьяна Саладина. Почти сразу она включилась в работу, организовала прием граждан по личным вопросам. У нас проблемы связаны по адресу Карла Маркса, 184. Так как мы там проживаем, у нас куча проблем. За пять лет в Центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» за консультациями обратилось более 7 тысяч человек. Проведено 800 семинаров по разъяснению положений жилищного кодекса, говорит Татьяна Саладина, обосновывая выбор коллег-депутатов, направивших ее в Комитет жилищно-коммунальной направленности. Были приняты решения сегодня о организации бесплатного питания учащихся первых и четвертых классов. Но надо сказать плюс, что в нашей республике такое решение было принято еще в 2011 году. А с 1 сентября 2020 года мы получаем на это субсидии из федерального бюджета. Поэтому сегодня также идут, продолжаются рейды, как организовано данное питание. КПРФ, представленное в Госсовете четырьмя депутатами, планирует реализовывать собственную повестку. Заняться вопросами экологии и межбюджетных отношений. С учетом того, что у нас достаточно крупные фракции и в Государственном Совете Республики Коми, и в Советах Муниципальных Образований Городов и Районов. Естественно, в каждом из этих советов наша депутатская группа или фракция, она взаимодействует с органами исполнительной власти. Соколы Жириновского, получившие в региональном парламенте три депутатских мандата, также активно готовятся к новому политическому сезону. Ими создана фракция, и на ближайшем совместном партийном заседании будет определен круг наиболее важных для рассмотрения вопросов. В новом созыве впервые за всю региональную парламентскую историю по одному мандату получили представители партии «Родина» и «Зеленая альтернатива». Первая запомнилась активной избирательной кампанией и тем, что провела в Госсовет российского социолога Максима Шугалея. К слову, именно «Родина» по итогам выборов получила право участвовать в думской кампании по упрощенной схеме, без предварительного сбора подписей. Как и другая партия «Новичок» – «Зеленая альтернатива». Ее региональный лидер Виктор Бетехтин в Коми-парламенте намерен сосредоточить усилия на решении экологических проблем, а для этого готов идти на компромисс с представителями других партий. Мы хотим усиливать именно экоповестку, решение экологических проблем по республике Коми. У нас, как мы говорили ранее, они колоссального количества. Поэтому нам нужно с этим больше и больше работать. Законопроект, который мы будем выдвигать, все-таки это будет касаться именно рационального потребления, все-таки экологические изменения экологической повестки по республике. ШС у нас выключился, но если мы берем мусор по республике Коми, это все равно проблема, проблема глобальная. Для нас это будем решать, потому что у нас нет даже мусоросортировочных заводов, ничего такого нет. Поэтому тоже нужно с этим законопроектом выходить, потому что хотя бы у нас потихоньку именно такие зеленые заводы создавались. Следующее заседание Госсовета Коми состоится 20 октября. В анонсированной повестке 40 вопросов. В том числе продление налоговых каникул, рассмотрение бюджета территориального ФОМС на 2020-2022 годы. Вопросы деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Депутаты рассмотрят проект постановления о создании постоянной комиссии по вопросам в области здравоохранения, физической культуры и спорта. Предполагается, что ее возглавит единорос Андрей Климушев. Кроме того, будут рассмотрены поправки в закон о социальных выплатах на строительство или приобретение жилья и законопроект об учреждении в Коми новой государственной наградой Ордена Ивана Павловича Морозова. Сейчас короткая реклама, а после продолжим. В дошкольном учреждении поселка Ярига Ухтинского района тем временем появилось новое оборудование для кружка робототехники. Усовершенствованные модели закупили на средства гранта компании «Лукойл». Виктория Науменко передает из Яриги. Кружок технической направленности для самых маленьких или «Лего-центр» на базе детского сада номер 32 оборудовали еще в 2018-м. Появление таких возможностей в дополнительном образовании всегда значимо, особенно для жителей поселков. Ведь «Лего-центр» с самых юных лет открывает для малышей, набирающей всемирную популярность, направление робототехнику. А большинство образовательных учреждений, где этому учат, сосредоточены в Ухте. Словом, «Лего-центр» в 32-м детском саду с самого открытия приобрел огромную популярность. Мы, конечно же, увидели увлеченность педагогов, детей, также интерес и поддержку родителей. Но недостаточная оснащенность материальной базы вот именно конструкторами нового поколения нам не позволяла решать задачи в полной мере. Раньше «Лего-центр» представлял собой три образовательных конструктора и, конечно, прошедшую специальную переподготовку педагогов. Но, как они рассказывают, малыши схватывают на лету. И вскоре старые конструкторы стали им малоинтересны. Необходимо было срочно приобретать более сложные. А стоимость одного подобного – около 15 тысяч рублей. И в этом помогла победа в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукоил». Эта победа тоже стала шагом в будущее для «Лего-центра». Во-первых, у малышей появились усовершенствованные конструкторы, а значит, возможности для дальнейшего развития в этом направлении. И охват детей стал шире. Теперь здесь занимаются две группы дважды в неделю. Кроме того, новые конструкторы просто удобнее. Приходилось распечатывать детям схемы таблицы. Где-то нам, может быть, не хватало деталей. Приходилось детям объединяться в более большие группы и, соответственно, строить свои поделки. С помощью приобретенного конструктора «Лего-Виду-2» работа, конечно, упрощается, потому что все схемы модели располагаются на планшетах. С планшетом намного удобнее и малышам. От сборки этих конструкторов они работают парами. Один программирует на планшете, другой собирает робота. Ребята быстро распределяются по ролям, конфликтов не возникает. Каждый делает то, что ему нравится, делится педагог. В этом «Лего-Виду-2» его можно быстро собрать, а в том – сложно. Только потому что здесь есть такие механизмы. А в том, как здесь, могут роботы на колесах ездить. И все легко собирать. Кроме того, с прошлого года юные инженеры САДА-32 попробовали себя в конкурсах по робототехнике. Ребята прошли две онлайн-игры, в одной из которых даже взяли призовые места. Воспитанники «Леготеки» и их наставники решили не останавливаться на достигнутом. И новые конструкторы тоже помогут малышам выходить на конкурсный уровень и покорять новые горизонты. На неделю в республике вспоминали великого педагога и наставника Александра Католикова. 13 октября 1941 года он родился и ушел из жизни в возрасте 55 лет, больше 30 из которых проработал директором Сыктывкарского дома-интерната. Совершил при этом настоящий прорыв в системе детского воспитания. Подробнее о жизни и деятельности человека-легенды Евгения Кладкевич. Величайший педагог и учитель. Его уникальные методы воспитания зародились здесь, в стенах Московского педуниверситета. Еще будучи студентом, католиков применял трудовую дисциплину на воспитанниках, подрабатывая вожатым в трудовых лагерях. В этом году в заведении по инициативе коми-землячества в Москве имя великого выпускника наконец увековечили. После окончания университета в 66-м католиков перебирается с семьей в тогда еще небольшой уездный город Сыктывкар. Практически сразу становится директором Дворца пионеров, а в 73-м по приглашению берет бразды правления в школе-интернате номер один. Принять учреждение пришлось, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Никаких комфортных условий не было, а вот неуправляемые воспитанники тогда составляли подавляющее большинство. Так получилось, что к 73-му году школа нуждалась в капитальном ремонте, и поэтому нам пришлось начинать, есть такой термин, педагогический взрыв. Вот у нас самый настоящий был взрыв педагогический. Ни классов, ни спален не было, и вместе с детьми всю школу привели в порядок. Сан Саныч всегда говорил, чтобы жить хорошо, необходимо действовать. И вместе с работой среди ребят все-таки начала вырабатываться долгожданная дисциплина. Капитальный ремонт интерната, участие в котором приняли и сами воспитанники, стал началом внедрения трудового воспитания в жизнь учреждения. Важно, что католиков всегда пытался приведеть им не любовь к труду, а именно привычку. Поэтому ребятам доверяли любую работу – уборку, готовку, посадку растений, сбор урожая, благоустройство территории. Конечно, я был ребенком, может, много не осознавал, но как я пришел, сразу же какой-то новый мир для меня открылся, попал в какую-то новую струю. И сразу же переключился труд, заботы, стройка, ну и мышление сразу поменялось. Соответственно, Александр Александрович только светлым помню и хорошим человеком. За что-то католиков мог, конечно, и побронить. Самым главным проступком по воспоминаниям выпускников всегда считалось безделье. Впрочем, несмотря ни на что, батя, как его называли ребята, всегда старался устраивать праздник. Катал их на Волге, угощал сладостями, вывозил на прогулку по городу. Для нас он был, ну, прежде всего, конечно, директор, коллега, но очень большой друг и единомышленник, и соратник. То есть у нас была очень счастливая, хорошая, большая семья. И в этой семье он был и отцом, и другом, и директором. В годы его руководства в интернате произошли, пожалуй, самые глобальные преобразования. Полная перекройка образовательного процесса отразилась и на внеурочной жизни воспитанников. Традиции Александра Александровича чтятся до сих пор, как в детском доме, так и на базе учебно-опытного хозяйства «Межаторское». На территории детского дома, здесь, на Карломаса 120, дети в рамках трудового воспитания занимаются уборкой территории, благоустройством. И у него была традиция по субботам ходить вместе с детьми в баню. И вот эти посиделки в бане, за чашкой чая, большим самоваром, с выпечкой, дети помнят до сих пор. Католиковские принципы воспитания востребованы и в реалиях современной жизни. И труд, теперь уже в детском доме, по-прежнему главный фактор развития подрастающего поколения. Трудовая дисциплина, наряду с отдыхом, активно развивается в одном из главных детищ Католикова – в учебно-опытном хозяйстве «Межаторское». Там ребята с удовольствием проводят каждые каникулы. Для разного возраста своя деятельность. Малыши, например, собирают шишки, дети постарше занимаются содержанием сада и хлебопечением. Наряду с работой и досуг, постоянные рыбалки, походы и вылазки на природу, спорт и культурные события. Морковку полим, картошку собираем, щавель собираем на ветеринарный стол. Я лично официантом работаю стол и накрываю на всех. Тебе это нравится? Да. Потом в теплицах мы работаем, рассаду сажаем. Ягоды собираем. Ягоды? А что еще мальчики делают там? Грабим, копаем. Ежегодно в день рождения великого педагога на территории детского дома проходят митинги. Десятки людей возлагают цветы, произносят памятные речи. Сохраняется и кабинет Католикова. Со временем переоборудованы в музей. Здесь до сих пор хранятся его личные вещи и даже записи, сделанные в последние дни работ. К слову, в скором времени каждый сможет в подробностях узнать о московском периоде жизни Католикова. Пять лет, о которых толком почти никто никогда не говорил. Снятый Никитой Белорусовым и Дмитрием Кропотиным документальный фильм «Католиков. Начало» выйдет на интернет-платформах уже через несколько недель. Ну вот эти вот пять московских лет — это, в принципе, единственный период в жизни Католикова, который не особо был освящен как-то СМИ, в его, например, биографии. Не так уж много про этот период известно разных деталей. Хотя именно в эти пять лет произошел какой-то генезис личности Католикова. То есть он от простого студента, от первокурсника дошел уже до человека, который, в принципе, организовал сам огромное мероприятие, и никто не понимал, как он это делает. Подробнее же о деятельности Александра Католикова в Сыктывкаре расскажет уже другая документальная кинолента. В будущем году по инициативе московской студии документального кино готовится к съемкам фильм, который будет приурочен к 80-летию. И вот один такой вот человек, который для меня очень дорог, это вот Александр Александрович Католиков. Мало того, я сама работала в интернате, когда проходила практику, я была с ним знакома. Личность эта легендарная и такая мощная энергетика у этого человека. Фильм будет называться «Отчий дом под кленами кедра». Кстати, именно кедры были одними из самых любимых деревьев Александра Католикова. Они, словно частички его души, растут сейчас и на территории детского дома, и в Межадорском. Нынешние воспитанники, хоть и не видели народного учителя вживую, очень гордятся им. Они успешно продолжают его традиции, тем самым пронося имя Сан Саныча сквозь историю, чтобы и будущие поколения имели возможность познакомиться с личностью, которая однажды создала новый виток в истории педагогики. И в завершении о новом благотворительном проекте «Банках одежды», которые появились на улицах Сыктывкара. Созданы они в помощь нуждающимся и готовы принять одежду, обувь и игрушки, бывшие в употреблении, но еще способные послужить тем, кто не имеет возможности покупать новые вещи. Слово Александре Головиной. Небольшие, но вместительные такие голубые ящики теперь есть в пяти точках. От Эжвы до Вильгарта. Одежда, игрушки, обувь, все вещи могут быть не новые, но обязательно в хорошем состоянии. Меняется размер одежды, меняются вкусы. И получается, что дома на полках лежит очень много одежды. Сперва на полках, потом на балконе. Только занимает пространство. И я очень рада, что появились вот такие контейнеры. И нам хорошо, и людям хорошо. Банки одежды заполнили уже спустя пару дней. И к такому авторы проекта, активисты организации «Сила жизни» готовы точно не были. Анастасия Слободян рассказывает, по условиям заявки на грант почти миллион рублей от главы республики получено этим летом. Освобождать контейнеры планировали раз в семь дней. С этим условием и сверстали бюджет. Ажиотаж превысил все ожидания. За неполные две недели все пять ящиков разгрузили уже трижды. Показала практика, что контейнеры очень востребованы в нашем городе. Получается, людям удобнее. К нам можно сюда попасть по записи. Контейнер круглосуточно. Это так называемый офис «Силы жизни». Здесь тоже принимают одежду, но только по предварительной договоренности. Самые частые гости – будущие мамы и семьи с детьми. Многодетная Мария Замараева – давний друг проекта. У нее четверо детей, и размер у них, понятно, меняется быстро. Вещи, из которых малыши уже выросли, девушка приносит сюда, а взамен берет одежду побольше. Самому маленькому я брала ползунки, распашонки. Потом обратно же сюда их принесла, потом беру что-то еще побольше. Также на девочек зимнюю обувь приносила, осеннюю, весеннюю. Авторы проекта занимаются этим делом уже несколько лет и еще никогда не работали с такими объемами. Буквально пару недель назад вещей здесь было меньше почти в два раза. Разобрать, рассмотреть, отсортировать, отпарить – и это только полдела. Раскрываем и смотрим, чтобы вещи были чистые. Все пуговички на месте, весь чистый. Мы ее откладываем, потом будем отправлять на отпариватель. Вот здесь мы видим, да, джинсы, в принципе, все хорошо, да, но они в пятнах. Мы такие не берем. И люди тоже не возьмут. Не возьмут такие джинсы, они у нас будут лежать. Что джинсы, что футболки, что куртки. Поэтому я прошу максимально смотреть вещи, которые вы нам кладете. Место на этих полках займет только чистая одежда, без пятен и дефектов. Все пуговицы и замки должны быть в порядке. Остальное идет в утиль. Малая часть непригодных для носки вещей обретет таки вторую жизнь. Из старой джинсовой одежды, например, рукодельницы, шьют игрушки, покрывало, чехлы для подушек и даже кресел. Также разбирают джинсы, которые уже не пойдут на ношение, а будут использованы в творческой идее. Я одна, не одна такая, нас очень много людей, которые занимаются творчеством. Поэтому мы используем то, что можно использовать и дать вещи вторую жизнь. Идеи с установкой контейнеров становятся еще актуальнее, если взглянуть на нее под углом осознанного потребительства. Сегодня это мировой тренд. Люди стали отказываться от бездумных покупок, а одеваться в секонд-хендах уже давно не стыдно. Здесь, говорят, среди посетителей все чаще не только остро нуждающиеся, но и так называемые разумные покупатели, предпочитающие БУ одежду хорошего состояния, бездумному сметанию магазинных полок. Еще один новый проект, связанный с помощью нуждающимся, воплотят жизнь здесь, на территории бывшего мелькомбината. Центр оказания помощи бездомным откроет свои двери по плану уже весной следующего года. Правда, пока в это верится с трудом, очень уж много работ предстоит провести. Но у авторов идеи нет никаких сомнений. Здесь уже все спланировано до мелочей. Например, здесь будет прачечная, здесь можно будет привести себя в порядок и перекусить. Дома «Жить» – такое название дали будущему центру помощи. Он должен будет помочь вернуть бездомных в нормальную жизнь и забыть уличную. Для этого построят два отдельных корпуса – мужской и женский, последний с комнатой матери и ребенка. Здесь же организуют так называемую низкопороговую помощь всем нуждающимся без постоянного проживания. Работы уже начали, вывезли тонны старого мусора, дальше – ремонт. Поддержать идею готова крупная строительная компания с мировым именем, а также местные бизнесмены и власти. Общественник и автор проекта Илья Костин получил поддержку лично от главы региона. Мы должны вывезти их куда-то, должен быть результат, конечно, на точке, что они живут самостоятельной жизнью. Таким центр помощи видят авторы проекта. Комнаты отдыха, прачечная, парикмахерская, душевые кабины будут принимать по 40 человек. Главные условия – отказ от алкоголя, учеба, работа. Здесь они будут жить по контракту на полгода. Это некий будет дом по правилам, где обязательные условия для них будут выставлены. Это посещение лекции, это трудоустройство на работу, у кого не будет физических ограничений. Бездомным проект «Сытый гражданин» помогает уже несколько лет. Их кормят, обогревают и даже решают юридические вопросы при необходимости. Центр помощи – это очень трудоемкий, но важный и логичный шаг вперед в такой сложной работе с нуждающимися. Посодействовать на этом этапе готовы, похоже, все горожане власти бизнес. Ведь крыша над головой должна быть у каждого. Такими были детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин